Где эта пьянь? Куда он запропастился? Невероятные роскоши, здание невероятное. Вау, ничего себе, даже какие-то анимации пошли и готово. И вот, ребят, зацените момент истины. Три из шести. Здарова, Клэшеры! Сегодня посмотрим, как можно открыть шестого рабочего для основной деревни. Короче, хватайте что-нибудь вкусненькое и погнали смотреть. Сегодняшнее видео в кои-то веки буду записывать со своего основного аккаунта. Суровый 11 Тонхол. На нем у меня, естественно, есть пять рабочих, которые покупаются за гемы. То есть, вы сами помните, там 500, 1000, 2000 гемов, по-моему, стоят 3, 4, 5 рабочие. Естественно, на этом аккаунте они все у меня есть. Но, конечно же, как и любой Клэшер, после того, как ты покупаешь пятого рабочего, хочется себе купить шестого рабочего, чтобы качаться и развиваться еще быстрее. И такое в игре на самом деле есть. Возможно, кто-то до сих пор не знает, возможно, кто-то уже знает, но шестой рабочий разблокируется с помощью любимой нашей деревни строителя. Да, ребят, вот это вот тема, деревня строителя, и именно тут для основной деревни можно сделать шестого рабочего. Казалось бы, связь какая-то очень странная и расплывчатая, но сейчас все. Все поймут, все все увидят. Я вроде как все условия выполнил, еще ничего не нажимал. Сейчас посмотрим, как все будет это дело выглядеть. Дело в том, что на девятом уровне ДСК открывается Отто. Он у меня тут спрятан за часовой башней. Вот его зданица, Отто, хижина Отто первого уровня. И ее можно сейчас улучшить. Для того, чтобы ее улучшить, надо выполнить 4 требования. Прям в каких-то сказках, как будто бы детских. Там, я исполню твои 3 желания, там, бла-бла-бла. Короче, первое условие, это модернизировать 3 здания. То есть мы все знаем улучшение пушки, двойное улучшение лучниц. В нижней позиции улучшение мортиры, мультимортира. Далее надо прокачать именно повозку с пушкой до 18 уровня. Это топовый уровень юнита на 9 ДС. Далее прокачать мега-теслу до 9 уровня. Это здание дефа, которое открывается на 9 ДС. Это топовый уровень мега-теслы на 9 ДС. И самое сложное и противное, как для меня было, что я выполнял дольше всего. Это, блин, прокачать героя до 30 левела. Герой на ДС качается уныло, долго. Очень надо много ресурсов. Но, наконец-то, я это сделал. Прокачал боевую машину до 30 уровня. Зазвините, какая она теперь симпотная у меня тут. На базе валяется. Я, кстати, еще даже ни одной атаки с ней не проводил. Насколько я помню. То есть, данные боя, да, видите, еще... Последняя атака у меня была 11 дней назад с 28-м героем. Короче, guys. Вот он, самый Отто. И давайте уже нажмем на кнопочку «Улучшить». Второго левела. Найс. Третьего левела. Найс. Кстати, блин, что-то я ступил и не посмотрел, как выглядит второй левел на улучшение. И последнее улучшение. Четвертое. Вот он. Вот он, Отто. В хижинке. И что, еще раз можно улучшить? Бам. Да. Наконец-то. Отто готов. Теперь главный строитель может перемещаться между деревнями. Чтобы отправить его в путешествие за море, нажмите на дом строителя. Также можно вернуть его обратно в любое время, нажав на хижину главного строителя в родной деревне. А... Вау. Ничего себе. Даже какие-то анимации пошли. И готово. Пусть его невысокий рост вас не смущает. Он мастерски орудует молотом. Вот и все. Пора мне собираться. Ты можешь построить для меня новый дом. Вот оно, ребят. Вот она та самая тема. Итак, возвращаем на место часовую башню. Вот у нас появился Отто. Это заменитель основного строителя для деревни строителя. Вот так вот робот. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит, как он там воюет и так далее. Но после вот этих вот всех манипуляций мы теперь можем вернуться на основную деревню. И тут нас ждет невероятный просто ништяк. Магазин. И где тут? Вот, наконец-то, хижина главного строителя. Просто, знаете, царь всех туалетов строителя. Вот просто посмотрите на обычный плебейский домик строителя. А теперь посмотрите на хижину главного строителя. О май лорд. Просто лухури. Просто какое-то лухури. Невероятные роскоши. Здания невероятные. Фундамент. Лестница. Окно. Дверь. Просто класс. Просто о мега класс. Хижина главного строителя. Не знаю, кстати, почему, но пока что два из пяти пишет. То есть шестой строитель тут как-то не появился. Но вроде бы как он здесь. Сейчас, наверное, знаете, какие манипуляции надо провести? В путь. Хотите отправить главного строителя в родную деревню? И вот он. Вот он. Вот он собирается в путь дорогу. Даже чемоданчик с собой не взял. Только скатерть, самобранку синюю и молот свой Тора захватил. Шкандебайт он на причал, в свою любимую лодочку. Дзынь. И опа-на. Он исчез. Техника телепортации давно изучена строителями. И вот, ребят, зацените момент истины. Три из шести. Невероятно. Какое-то время назад о таком даже и мечтать нельзя было в Clash of Clancy, чтобы был шестой строитель для основной деревни. Но после выхода девятого уровня домика строителя, такое возможно. Шесть основных рабочих для основной деревни. Видите, тут лодочку видно, на которую он причалил. Ну и сейчас посмотрим, как этот парниша работает. А на деревне строителя остается замена, о которой мы уже говорили. Это хижина отра. Давайте поставим что-нибудь на ап, чтобы посмотреть, как этот парниша улучшает здание. Возьмем какую-нибудь условную башню лучниц и прокачаем ее до восьмого левела. Итак, ставим на ап. И вот он, маленький классный роботик. Подкатывает к башне. Лучница начинает ее улучшать. Не знаю, кстати, возможно, можно использовать и главного строителя, и отто для улучшений на деревне строителя. Быть может, тут можно два улучшения делать параллельно, используя двух этих рабочих. Но отто он, блин, классный. Реально клевый. Посмотрите, как он выглядит. Очень такой милый, клевый роботик с заводом, этим вот ключиком сзади. Улучшает нам теперь башню лучниц. И посмотрите, ля, просто ля, посмотрите. Какая иконка симпатичная. Ну, явно лучше, чем этот алкаш, который... Ну, вы все помните, как он выглядит, этот главный строитель. Просто в дрободы запивший, залившиеся глаза. Да. Там, конечно, видон такой себе. Но вот эта вот иконка выглядит отлично. Выглядит. All right. Вы даже не представляете, ребят, как я сейчас, на самом деле, доволен тому, что появился наконец-то этот шестой строитель. Как я долго качал этих 30 уровней героя. Это просто капец. И после всех этих трудов можно пожинать теперь плоды стараний шестой рабочий. У меня, к сожалению, очень мало. Сейчас есть ресурсов свободных. Улучшение на 11 очень дорого стоит. Но мы посмотрим, как работает шестой рабочий на примере препятствий, которые я сейчас удалю. Давайте займемся, собственно, удалением. Раз рабочий, два рабочий и третий рабочий. Смотрим, когда он приковыляет. Вот два обычных рабочих, которые прискакали из обычной хижины. Где этот пьяница? Где эта пьянь? Куда он запропастился? А, вот он. Вот он бежит. Пьяный наш мастер. Бухой строитель главный. Бам. Бригадир пришел. Работа пошла. Кстати, зацените, как он машет топориком. Чуть не в три раза быстрее, чем обычные рабочие. У-у-у, какой. Ля. Ля какой. Короче, как-то так. Смотрите, он даже не доделал. Он даже не доделал работу и сказал, Эй, ты, ты освободился? Доделай за меня работу. Охренеть. Вот это, конечно, сразу видно пахан. Сразу видно профессионал своего дела. Те со своей работой справились. Он такой, мне работать ни к чему. Я пошел отдыхать. Я пошел пить пивас. А ты за меня доделай удаление этого препятствия. Вот это, я понимаю, уровень. Вот это жестко. Давайте поставим туалет главного строителя в каком-нибудь хорошем районе. Например, рядом где-нибудь с хранителем. Вот. Отлично. Отличный район. Хранитель. Хижина главного строителя. Все просто отлично. Все просто. All right. Ну и еще хотелось бы проверить, можно ли улучшать что-то главным строителям в то время, как работает уже Отто. Так, Отто действительно тут работает. Ну и давайте посмотрим. Да, вот. Появляется второй действительно рабочий. И можно, например, в это же время удалить маленькое дерево, либо поставить что-то на ап. Достойно, я считаю. То есть просто мы получили универсального рабочего, который и на той деревне, и на той может производить некоторые манипуляции, которые могут заниматься строительством, удалением препятствий, ну и так далее. Как обычно это делают строители. Вот это, блин, по кайфу. Вот это реально здорово. Второго строителя частенько не хватает именно на второй базе. Когда ты ставишь что-то на ап, а тебе попадается задание, там, например, удали 50 препятствий. И ты такой, блин, а как же мне их удалять, когда у меня он занят, этот единственный рабочий. Ну пока что я, конечно же, отправлю этого шестого, условно, строителя на основную базу, где он в скором времени займется улучшением какого-нибудь реально важного здания. Потому что займусь и сейчас фармом, и набью необходимое количество ресов, чтобы занять всех трех свободных строителей. Ну а тут внезапно наступает часть видеоролика, где я напоминаю вам прожимать лайки и подписываться на канал, потому что это финалочка. Ну и если вы досмотрели видеоролик до этого момента, в комментарии пишите ключевую фразу этого выпуска. Шестой строитель. Да, вот так вот просто и прозрачно. Если досмотрели видос до этого момента, шестой строитель в комментарии. Так я буду знать, кто досматривает видосы до самого конца, кто мой бро. Ну а с вами был Жи, поделился сегодня с вами очередным этапом прокачки своей основной деревни, открытием шестого строителя. Блин, это реально было сложно, долго я, невероятно долго к этому шел, но вот так вот прикольно, классно. Ладно, увидимся сегодня на стриме, не болейте. Пока-пока. Пока-пока.